Всем привет! Меня зовут Жора Кованасян и сегодня я в городе Липецк на основном производстве новолипецкого металлургического комбината. И давайте разберемся, как данное предприятие влияет на окружающую среду, как оно менялось и как менялось ее воздействие на горы. Новолипецкий металлургический комбинат это самое крупное предприятие международной компании группы НЛМК. Оно расположено на левом берегу реки Воронеж в городе Липецк. Я слышал, что в 70-е года прошлого века агломерационный цех, где из агло-руды спекают сырье для доменных печей, здесь называли шоколадной фабрикой. Вокруг все было просто засеяно коричневыми частицами пыли, а дождь превращал это все в некое подобие горячего шоколада. Модернизация оборудования, строительство современных систем очистки газов и воды в корне изменили ситуацию. Про шоколадную фабрику теперь здесь вспоминают только сторожилы, а индикаторы качества воздуха показывают кратное улучшение. Например, индекс загрязнения атмосферы, который консолидирует все показания по 5 характерным для данной территории загрязнителям в 2000 году равнялся 25, при учете того, что все, что выше 14, означает серьезный уровень загрязнения атмосферы. Сейчас же этот показатель упал в 10 раз. Как каждый житель Липецка может узнать реальную экологическую обстановку в городе? Мы внимательно следим за воздействием предприятия на жителей и опираемся на объективные данные онлайн-измерений. Проводим более 4 миллионов замеров в год, а это практически 100 замеров каждый час. Узнать о них очень просто. Мы публикуем карту нашего экологического мониторинга на сайте. Измерения проводятся в более чем в 900 точках, как на предприятии, на границе санитарно-защитной зоны, так и непосредственно в городе. Показатели определяются по 26 веществам, таким как пыль, сероводород и другие. Измерения проводят как лаборатория комбината, так и Росгидромет и другие федеральные лаборатории. А Роспотребнадзор, Росприроднадзор? А Роспотребнадзор, Росприроднадзор проверяют эти результаты и, кроме того, их проверяет управление экологией администрации Липецкой области. Все данные мониторинга объединяются в едином центре. Это позволяет видеть полную картину воздействия на окружающую среду, оценивать эффективность текущих проектов и планировать новые инвестиции. В ноябре 2020 года была запущена система круглосуточного видеомониторинга. Более 90 камер транслируют в онлайн-режиме видео с потенциальных источников воздействия. Труп от оборудования, складов сыпучих продуктов. В случае отклонения экологи могут оперативно связаться с производством, быстро выяснить причину и помочь ее устранить. Контроль не ограничивается территорией комбината. Несколько камер установлены в городе. Они показывают панорамный вид на НЛМК и другие объекты. Эти камеры уже позволили нам выявить несколько нарушений других предприятий города. Доступ к данным экологического контроля может получить каждый желающий. На сайте Новолипецкого металлургического комбината есть карта мониторинга с результатами замеров.